Представь большую, холодную, покрытую капельками воды, бутылку газировки. Или стакан, который постепенно наполняется пузыристой жидкостью. Хочется, да? Сладкие газированные напитки являются неотъемлемой частью нашей жизни с тех самых пор, как в 1783 году химик из Швейцарии Иоганн Якоб Швепп запустил первую промышленную установку по газации воды. Обнаружив, что открыл золотую жилу, сообразительный ученый почти сразу же запатентовал сегодня известную на весь мир торговую марку Швеппс. Позже в 1835 появился Швеппс Лемонейт, первая сладкая газированная вода. И понеслась. Возможно, и ты не представляешь жизнь без этого напитка. Но что произойдет, если пить газировку каждый день? Любая сладкая газировка – это компот из углекислого газа, кислот, консервантов, красителей, ароматизаторов, иногда кофеина и, конечно, сахара или его заменителей. Кстати о сахаре. В одной банке газировки его гораздо больше, чем в любом самом сладком куске торта. Только представь, в твоей любимой Кока-Коле содержится 9 граммов сахара на 100 миллилитров, а это почти две ложки. Получается, выпивая пол-литровую бутылку этой вкусняшки, ты запихиваешь в себя аж 10 ложек сахара. Примерно то же самое и с другими газировками. Сахар усваивается очень быстро и легко уменьшает чувство голода, но радость длится недолго, ведь никаких особо питательных веществ в этом напитке нет. Зато сахар очень быстро превращается в злополучные калории. Так, в одном грамме этого вещества содержится 3,87 килокалорий, а они, как известно, способствуют накоплению жировых запасов. Не стоит также забывать, что избыток сахара может стать причиной возникновения сахарного диабета. А как же всякий там Zero и Light? Ведь калории в них вроде как по нулям. Да, но тут не все однозначно. Некоторые ученые все равно видят связь между лишним весом и потреблением так называемой диетической газировки. В 2015 группа исследователей из Техасского университета наткнулась на неприятную статистику. Ученые изучили информацию, полученную от 749 пожилых людей в возрасте 65 лет. Оказалось, что те, кто регулярно пьет газировку без сахара, рискуют быстрее обзавестись жировыми складками в области талии. Исследование показало, что у тех пенсионеров, у кого не было привычки пить какую-либо сладкую газировку, талия увеличилась всего на 2 сантиметра. У тех, кто изредка пил только диетическую сладкую воду, объем в области живота вырос на 4 и 6 сантиметров, а у активных почитателей этих напитков на целых 8 сантиметров. По поводу причин такого явления ученые пока не пришли к единому мнению. Не стоит забывать, что газировка также имеет кислоты. Лимонную, яблочную, а также ортофосфорную. Именно последнее чаще всего встречается в самых популярных напитках. Но проблема в том, что кальциевые соли ортофосфорной кислоты, которые образуются в организме, когда ты пьешь газировку, растворимы гораздо лучше, чем другие кальциевые соли. А это значит, что они быстрее вымываются из организма. Так, профессор Кэтрин Такер из университета Тафса в США много лет изучает факторы, влияющие на состояние здоровья пожилых людей. В 2006 году она представила результаты исследования, которые показали, что разные виды колы, которые содержат ортофосфорную кислоту, способствуют возникновению остеопороза. Это состояние, при котором у человека развивается хрупкость костей. Те участники, которые в течение жизни пили много колы, в пожилом возрасте столкнулись с этой проблемой. То есть, употребляя некоторые виды газировки, ты вымываешь необходимый кальций из костей и зубов. Ладно, а хотя бы просто газированную воду можно? Газированная вода становится под воздействием углекислого газа. Сам по себе он никакого вреда не несет. Но он усиливает секрецию в желудке и повышает кислотность желудочного сока, что может привести к повреждению слизистой. И, как мы уже рассказывали в одном из роликов, усиливает метеоризм. Ну и, наконец, употребление сладкой газировки небезопасно для твоего сердца и сосудов. А еще, как выяснили ученые, она, вероятно, может являться причиной ранней смерти. Это неприятное открытие сделали ученые под руководством Васанти Малик из школы общественного здоровья Сен-Щичана при Гарвардском университете. Они использовали данные многолетнего исследования, которое проводилось с 1990 по 2014 год. В течение этого периода 100 тысяч медработников предоставляли исследователям данные о состоянии своего здоровья. Всего было засвидетельствовано 36 436 смертей у людей среднего возраста, около 8 тысяч от сердечно-сосудистых заболеваний и более 12 тысяч от рака. Выяснилось, что те врачи, которые пили газировку 3-4 раза в неделю, умирали на 6% чаще, чем те, кто ее не пил. При ежедневном употреблении по одной порции эта цифра увеличилась до 14%, а для двух и более на 21%. 30% из тех, кто выпивал от 2 до 6 стаканов газировки каждый день, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний. В общем, делай выводы, бро. Если пить только газировку, ты как минимум рискуешь заработать себе ожирение, плохие зубы и проблемы с пищеварительной системой. А как максимум, инфаркт в самом расцвете лет. Но это не значит, что нужно заклеивать себе глаза каждый раз, когда идешь мимо холодильника с аппетитными банками и бутылками. Понемногу и иногда можно все. Просто помню волшебное слово мера. Да, мы как всегда. Есть вопрос? Вступай в группу научпока вконтакте. Там можно спросить обо всем, что не дает спать ночами.